Итак, ребят, всем привет, и я решил вот создать, значит, ссылочку на Donation Alerts, с помощью него вы можете меня поддержать материально, если хотите. Вот, вот такая вот для вас небольшая новость, да? А мы с вами продолжаем читать дубликат. Направляю в столовую, я усиленно размышляю по дороге. Я идиот! На кровати он моё садится, предметы в руки берёт, мы только лично коснуться друг друга не можем. Я не переживаю вас, а в принципе, донатить это лично ваше желание, донатить мне или нет, поэтому имейте это в виду. Проружил его пару раз к печём по голове, и до конца цикла свободен. Почему я раньше не догадался? Сём, ты чего ты, говорите, скучный такой? То есть не скучный, а напряжённый. Да так, я его на гостей выпровоживал. Я давай уже обедать, очень есть хочется. Ульяк внимательно смотрит на меня, откуда тут гости, но они переспрашивают, и я тоже не уточняю. Мысль на знакомстве головы пионерской печём не даёт мне покоя. Поднимаю голову за тарелки и смотрю на Ульяна с Алисой. Девочки, у меня серьёзно вопросы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, вы бы смогли сознательно выстрелить у человека. Пионер, это прежде всего моя проблема, на воду может считаться, что я решать её придётся уже не мне. Нет, после того случая, нет. Ульяна надувалась и мы какое-то время, что-то прикидывает и пожимает плечами. Наверное, нет. А есть за что, несмотря что это за человек. Я даже дрогнул. Лена с носа в руках подошла ко мне из-за стены, намереваясь сесть на свободное место. И сходу включился разговор. Угу. Но уж Лену я точно впутывать сюда не намерен. Не намерен, но придётся. Лена нам тоже под ударом. Придётся, но позже, в автобусе. Девочки ждут моих слов, а я пока не готов из-за Лены, поэтому комкаю ответ. А его тоже, наверное, нет. Может быть, он будет непосредственно угрожать кому-то из близких, и то. А вот, что-то все четверо не тороплили. Пять дошли до площадки. Ульянка скучная, и она убежала куда-то. Мухнула прощение рукой. Лена и Алиса устроились на скамейке слева от меня, и мы бездумно смотрим куда-то в сторону памятника. Здесь жаркий и солнечный, впрочем, как и всегда здесь. И марим мы поднимающиеся от раскалённого на солнце асфальта. Отсветство совершенно не даёт что-либо разбереть дальше 100 метров. Алиса, Семён, а что за тот случай? Мы с Алисой только приглядываемся. Лена не разболтает, но девочки так и живут с суждом вины. Если терпеть его ещё раз, мне совершенно не хочется. Да было, пусть он рассказывает, если хочет. Алиса, поднимая пальцами, и покраснев отворачиваются. Понимаешь, Лена, моё с девочками знакомство началось со стрельбы, а девочки теперь припереживают, что здесь стреляли или в такую красивую лопатку. Но ведь не попали уже, вот же ты здесь. И вот и я о том же. А я уже забыл, а девочки каждую пиевную фразу как номер в небо воспринимают. Попали мы! Я бы попала! Алиса резко хлопает в ладони по сиденью, выскакивает и встаёт перед нами. Семён, я врала тебе и Ульяне. Я специально в тебя стреливаю, чтобы стреливала на секунду раньше, чем меня на Ульяна толкнуло. Я считала, что поступаю правильно, а Улья мне помешать хотела, а теперь себя считает виноватой. А мы, и мы каждый вечер об этом думаем. Лежим у себя в домике, молчим и думаем. И переходи на шёпот. И переходя на шёпот. Семён, приди меня, пожалуйста. Я не знаю, услышали ли вы или нет. Хе-хе-хе. А сейчас она развернётся и убежит, чтобы сделать какую-нибудь глупость. Сейчас она развернётся и убежит, чтобы сделать какую-нибудь глупость. А я, что я... А я? Что я могу сделать? Только вспомнить, Слав... Скрыть, 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 с лавки, обнёрзнуть, оторвать, долговлядывать, бл... безтолковушку, наплевав на зрителей и не давая её убежать неизвестно куда. Удивляет Лена. Лена, обойдя меня, посмотри, Калисия обнимается с другой стороны, а Алиса стоит, отклонувшись куда-то в промежуток между нами, и скрипывая, пока наше единение, грубо говоря, не прерывается вожатой. Какая идиллия? Физрук утекает от шеф-шпионерку, не сдавшую нормативы ГТО, картином маслом. Семён, если бы в лагере вас, тебя и девочек не знали бы, как бы, облупленных, если бы на моём месте был кто-то другой, то ты бы уже собрал самодан, а лист сидел бы под маномовшим арестом, а договорокодные обморалки уже летели бы почтовыми голубами. Сразу же пищит и собирается убежать Лена, наёжливая поймать её за руку и развернуть нашу скульптурную приспопозицию так, чтобы оказаться в сумме беде между девочками и Ольгой. Ольга, на мгновение убрав мою маску гнева, приходит наплотную и спрашивает одними губами. Всё в порядке. Теперь уже да, одну проблему весили. Да, подождали, подождает и Алиса. И опять Ольга, и снова громко. А ну марш отсюда, все трое, и в разные стороны. Ладно, на волейболе лишь встретимся, а с бабушкой прощаться иду. А я с бабушкой прощаться иду, завтра мне некогда будет. В тот же раз ко мне пристраивается Ульяна, и надо было как-то дать ей понять, что нет у меня вины передо мной. Ну как? Надо подумать, время до завтра есть. Улья, ты же вчерашний книжек тоже точно прочитала, что можно слишком из лагеря в лагерь попасть? Да, и я хочу попутешествовать, а на волки я так не выгребу, как ты. Хорошо, Рыжик, значит, тоже не пропадёт. Только знаешь что, Ульяныч, ходи куда ты хочешь, не обязательно возвращайся, а то вот я уже считаю этот лагерь своим домом, но тот мой первый, из которого я бежал. В общем, он висит на моей совести теперь, как брошенный старый пёс. Я опять кляну, снова жалую, что я не увижу, как Ульяна уходит пешком в соседний лагерь и как довольная возвращается оттуда. Я бы гордился её, а ещё лучше, составил бы ей компанию. И вдруг, чужое воспоминание, не зная всё от того Симёна, который прониснет ответом, того же народу, которого пытаются достать початку пионер, того, что зашит в имитаторе, я ведь не знаю о нём только несколько недель его биографии. Чё-чё-чё-чё-чё-то ещё. И ну вот, сразу гуляют из лесной части на поляну, поддерживают, что наступил осень. И сколько-то только внутренно из дренажной канавы, пара луток уходит вдоль пересеки, не поднимаются выше деревьев. Здесь никто никогда не жил, и только насыпь, оставшаяся от железной дороги, напоминает о цивилизации. Лес вокруг себя наредеет, и впереди уже просвечивает очередная поляна и остатки на ней. И тут на чужой памяти плавно накладывает свою личную фантазию. Выросшая ульяной двой моего сна обгоняет меня, а я кричу ей в спину. Рыжик, поворот на лагерь скоро, не отворачивайся далеко, не отрывайся здесь далеко. Да помни, я зануда. Блин, шикарная ульяна просто. Не, ну реально шикарная, посмотрите на неё. Я оглянувшийся, рыжик показывает мне язык. А я скидываю со штаны рюкзак, снимаю я при... снимаю прячу в рюкзак куртку, снимаю с печали и убираю в чехол арбалет. Скоро будет цивилизация, не надо соответствовать и не надо пугать народу. Сем, ты чего? А мы окаживаются с тем на кричите столовой, я занял руку, чтобы открыть дверь и замерз в таком положении. Нет, ничего, задумался просто. Секунду улыбаемся с рыжиком друг другу, а потом я спрашиваю. Со мной? Не, она ругается, я сказала, в следующую смену нам нужно, значит так и будет. Пока. И Лена убегает, а я наконец-то вхожу. Баба Гоша, ты так весь косо на меня наведёшь. А на кого ещё изводить-то? Хочешь, я в завещании тебе спешу по части кофе? Стой, не трогай чашку. Баба Гоша идёт на кухню, возвращается оттуда с двумя микроскопическими рюмочками и химической оксиклянкой коричневого стекла. А вот это не проси, это, Виоля, завтра не до тебя будет, мне ещё отчёт писать. Как только, кивну на прощание. Ну, удачи тебе, здесь конечно стареет сильно медленнее, но я могу и не дожить. Так и выпиваем, Баба Гоша за мою удачу, а я за то, чтобы ещё встретиться. Я ещё хочу спросить, а кому эти все, а кому эти отчёты сдались? Что ты, что Ольга, что доктор, всё пишите и пишите. А Ольга ещё и плану, мероприятие меня достаёт. Кому это надо вообще? Ты кушаешь хочешь, следующий чеку? Вот я вывожу информацию в систему, чего и сколько съедено и количество едоков. У Ольги своё, у доктора своё, и ты не отвынивай. Пишешь, 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 даёт Ольге. Свои потребности там указываешь. Ещё вопросы? Ну как же, главный вопрос, которого самого начала меня мучает. А кто такой Генда? Просвяти напоследок. Баба Гоша усмехается. Хех, да Ленин там должен был стоять. Ленин! Но ты вот СССР почти не помнишь. Там, во-первых, Ленин имел прямо сыграть на всякий артист и изобразить на всякий художник. А во-вторых, это же такой выгодный заказ Академии Наук, чтобы вступить в союз художников и пригрыз между собой. Вот они грызутся, а нам бронзовая болванка нужна, не меньшая, пишет 12-ти тонн массой для создания реперной точки узла. Можно было бы там просто слишком бронзику кинуть, но памятник на этом месте уже утвердён. И проще там памятник волкун из Ну погоди поставить. Ну чем что-то ещё, чем что-то ещё, бюрократия это неискоренима. Вот мы и заказали этого орла одному молодому скульптору, с тем расчётом, что когда корифеи наконец-то Ильича извояют, мы свои мыть штуканов одних на других поменяем. Ну а потом не до этого встало. Еще час беседы на всякой ерунде, обысканин бабушкой обнимает меня, а я неловко тылечусь ей в щёку. Ну вот и всё, и не приходи ко мне завтра, а то я заявлюсь ещё, а я уже строгая. А бабуля есть сейчас глаза на мокром месте. И Семён, возвращайся пораньше, а то не застанешь меня. Я в Лену за себя оставляю. Будете друг другу рассказывать, какой я хороший. В этот раз день много и много чего последнего. Последняя линейка, последний футбол, последний ужин. Последний футбол мне беседует с госсирой Денисовной. Вот и последний волейбол. Не могу на игре сосредоточиться. Семён, мы вроде не на пряжи играем и не в купальнике. Ты 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 на мяч смотри, а не на нас. На дарке уже проглядел. А это я запоминаю вас, как его красиво меня обсидит девочки моей. Может хоть что-то и останется в голове. Ну и прощаюсь тоже. Прощание, это ведь не один момент. Это не одно рукопожатие. Не единое, не единичное объятие. На застолье и не пчелуй. Не застолье и не пчелуй. Хорошее прощание. Оно в этом два-три дня занимать должно. Фраза там, прикосновение сям. Фраза там, прикосновение сям. Пойманный взгляд в третьем случае. Вот как-то так. Фразброс, чтобы человека запомнить основательно. Катя с Викой, кстати, там так играть и не пришли. Правильно. А эти девочки славные. Но ничего, кроме невовкости, это не вызвало бы. Все-таки у нас волейбол, это продолжение нашего дружеского общения. А не игра ради игры. Мне потому, может, и через серки мы играем. Не играем. Чтобы не разделяться. Хотя серка интереснее было бы. А команду можно и перемешивать между собой. Второй подходит, смотрит, как мы играем. Стреляется с играми по линии. Опять виновата улыбается. И исчезает в направлении сцены. Так и не поговорил с ним. И, видимо, НГП говорил уже. Что там на душе у человека. Наконец, мне удается обсобраться. И я так временем азартно слепую по мячику. Так, как будто впереди еще целая смена. Настроение у кого надо исправляется. И на ужин идет уже привычная веселая компания. Ульянка опять-таки пристраивается рядом. И по дороге в столовой. И уже в столовой. Оказавшись со мной задним столом. Ужин. Намеку на праздничный. Намеку состоит из двух конфет. Которые с чужичками отправляют нам через столу рыжем. Впрочем, остальное довольно вкусно. Ой, Сёма. Ты так строго сильно ухаживаешь. Язва. На своя ответика, что со своего места поднимается Ольга. Ребята, вы же все знаете, что завтра свет. Поэтому у меня два объявления. Во-первых, только что позвонили мне из райцентра. Завтра автобус придет. И на час позже. Не в пять. А в шесть вечера. А рейса в автобусе не будет. Поэтому ехать на икарсе должны все. А во-вторых, после ужина на площади здесь состоится прощальная линейка. Уже это позволительно задерживать взгляд на линия. Но про автобус я уже знаю. А вот линейка это что-то новенькое. Сколько помню, никогда такого не было. Неужели что-то здесь двинулось. Приглядываются Лены с Алисой. Обе поднимают плечами. Смотрю на Лену и вижу, с какой тошкой она смотрит на второго. Нет. Это я вижу тошку. Шашка? Может. Шашка? Может. А больше никто. А второй, как назвал, сидит к линии в полуборота и о чем-то разговаривает с киберонетиками. Ну что, девочки, пойдем? Пойдем всем. Где-то я тут тоже удивлялся, что линейка утром вот короткая была. А это лонгой для вечерней силы экономило. На линейке пытаются восстановить утреннее ощущение единства со всем лагерем, но нет. Опять-таки проскрыли мне дверку, показали каково это. И опять закрыли. Тогда ради интереса я начинаю знаю слушать Ольгу. Как хоть раз за все сознательно или несознательно жили послушаю вожатую. Вечернем в линейке отчаясь ототреннее тем, что на площади вынесли стол, на которой лежит стопка почетных грамот, и какие-то коробочки, и еще что-то. Дорогие пионеры, вот и закончилась эта смена. Я надеюсь, что вы все стараетесь чуть-чуточку лучше. Чуточку. Понимаем. То, что я раньше говорил перед автобусом, перенесли на площадь. И зачем? Эта смена у нас особенная. Впервые с нами был весь новый сотрудник. Наш я друг Климин Семен Першанов. Поехать, Дмитриевна. Делаю наш шок вперед из-за спины вожатой так, чтобы оказаться перед пионерами, а сейчас как кивая головой. Именно ему мы обязаны своей футбольной командой и праздником Нептуна. И просто хорошим настроением. Еще впервые у спорткомплекса появился хозяин. Правильно, давайте поблагодарим его аплодисменты. Да, начиная краснеть. А теперь еще и призы. Оля, у спорткомплекса не хозяин, а хозяйка. Не мешай, все свое получат. Все свое получат. Для меня дошли слухи, что он раздает казенные свистки направо и налево. Так вот, чтобы больше ни такого не было, вот тебе Семен именной свисток. И вы дали это кому хочешь. Мне вращает свисток, в связи от того, что бесит на шею Артема. Интересно, его Ольга тоже из своего запродового ящичка достала? А при дополнении к свистку получаю грамоты за организацию футбольной команды, за организацию водного праздника и физкультурной работы в лагере Соленок. Ну и все, все, пятиминутка позора, аж не заканчивается. Я выдаю свою награду на стол, ассемброваю пачку грамот и начинаю ассистировать Ольге. Грамоты получают почти все, за участие футбольной команды, помощь в организации водного праздника, помощь вожатой и так далее. Ульяне еще достанется такой же свисток, как и мне. И такая же грамота за организацию футбольной работы. Приятно удивило, Ульяна. Наш друг нашел себе хорошего помощницы. Наконец награды разданы. Выжискание прощено. Семена объявляется закрытой. Вожатая сообщает на беспорядок дня на завтра. Алиса Саши тоже торжественно спускает флаг и официальная честь на этом заканчивается. Пионеры распоряжаются подобиком, а я как-то случайно не отказываюсь рядом со вторым. Вру. Не случайно. А все люди носятся, все в ближайший домик. А что за водный праздник? Как кажется, извиняюсь я тебе, улыбка. Это фирменный стиль второго. А это за день до твоего приезда было. Помнишь, я назовлена дочка морского царя? Тогда, на празднике. Пришлось им симпровизировать чуть-чуть. Вот и вспомнилось. Жаль меня там не было. Я бы посмотрел. И поучаствовал бы. Там сахапутной команде не хватало центральной мужской фигуры. Ты бы говорил с пиратами от имени Вожатой. Правда, от купания от тебя это бы уже не спошло. А может быть... Но может хоть Лена отстрешит бы Сибирёк. При упоминании Алиния вторая опять улыбается. Эм... Теплые виноваты одновременно. Думаешь, я не вижу, что я нравлюсь ей? И она тоже мне очень нравится. На смену ты уже профукал, как-то может расслабиться. Только Лене расстройство. Не в том дело. Понимаешь, у меня постоянно такое чувство, что я могу как-то навредить всем вам. И даже, возможно, тебе, хотя бы и крепче остальных, и особенно Лене. Знаешь, так, там, откуда я приехал... Ага, из будущего. Вот даже когда-то кольцо с мордорскими бесписьменами. Может даже это... Я знаю, что это такое, как это все власти. Продолжай. Так вот, это кольцо, оно очень твёрдое. Им можно резать стекло, не очень хрупкое. И если уронить его на кафель, то она расколется. Вот Лена, мне кажется, такой же. Твёрдая и хрупкая сразу. Я боюсь с ней приближаться, чтобы случайно не разрушить. Неловко словами или действиями. Похоже, я рекламую этих колец. Помню я рекламу этих колец, как же. А тебе не приходи в голову, что только ты и сможешь сберечь Лена от такого разрушения. За нас я Настальк, в пятый годомик. Благодарим хозяева и разбегаемся. Каждый к себе. Я всё-таки решил оставить инструкцию для самого себя. Вдруг пригодятся. Подхожу к спортзалу. Дверь не заперстаю. Втреническую дверь приоткрыто. Как интересно. Нет, не интересно. На моей кровати лежит Ульяна и пытается читать всю эту джекринь книгу. А ещё пара похожих изданий лежат в раскрытком виде у меня на коленях. У неё на коленях. И Ульяна, перенетически откладывая в сторону, горизонтальный транспорт. Что-то ищет у них. Она сосредоточена морща лоб и свежа губами. Пришёл заняться с самообразованием? Я почитаю тебе хорошо. А то, думаю, Алиса мрачная какая-то ибречит на гитаре. Разбираться мешает. Но читай, всё равно пока поспать не планирую. Что-то, кстати, агитаре, надо бы моё завтра в них увернуть. Всё что, арбалетов разобрать, они у меня в кодовой лежат. Моё на душе кто-то сушить с выключателем. Так. Верну завтра выключатель, тебе будет передать ездом. А пока достаю с сухоньера брезентовую сумку, достаю прибор, подпечатываю два батарейку и пробую её на язык. Больно? Откручиваю четыре винтика и вставляю батарейку в отсек. Убираю прибор пообратно и достаю из стола пачку бумаги. Я долго все циклы искал пустую бумагу, а всего-то оказывается не нужно было, чтобы открыть все роты и попросить его сжаты. Привет, свой друг. Сразу хочу тебе сказать, что ты здесь не просто так, а с глубоким смыслом. Дело в том, что ты — это я, только завтрашний. Или, может, я — это ты, только вчерашний. Я, не по завещающим от меня обстоятельствам, оставляю тебе очень мало. Пару снов, листовку монету давно в снорке, несколько рисунков и не оставляю никаких воспоминаний. Поэтому постарайся не растереть то, что ты имеешь. Я начинаю мною писать с трудом, но постепенно расписываюсь. Предстою спотыкаться, предстою стесняться заправок. Если строчка не нравится, потом вычеркиваю ее и ниже пишу следующее. Часто лист просто летит в корзину и начинается заново. Прорываясь, у меня хлопок от упавший на пол книги, поднимая глаза, рожек уснуло. Да и мне, наверное, пора. Собираю подписанные листы в стопку и прячу их в листов. На чистом леске пришлюю записку для Ульяна. Ушел прогуляться перед сном. Выключаю свет и ухожу. Дверь вверх в тренерскую копию открытой и отключив дежурное освещение в спортзале. Открышу свой хозяйство. Болейбол. Мячик забыли. Нужно будет прихватить его на обратном пути. Дальше бадминтон. И каждые недели назад съездить. Среда жестутых ламп вылетает валанчик. Только сегодня играют двое. Внутри на них, не выходя из тени и поворачиваю на футбольное поле. Сетка с ворот уже снята. Ульяна зря времени не теряла. А я опять вспомнил на сегодняшнюю игру. Гришку. Обходящего в защиту серебряных пас. Спасибо Серёге. Удорождается поворотами и Артёма. Казалось с воздушной лёгкостью, просто берёт через воздух и не берущийся мяч. Было бы им лет по 25 и были бы они в 2006 году на чемпионате. Выходил на главную аллею и успешно шагаю к площади. Там сворачиваю направо и, оказавшись напротив Гендер, слушаю музыку со стороны сцены. А касался площадки пустота. Рыжный комик, сцена освещенная на полной луной, магнитофон и сашка, танцующая под незнакомую мне музыку. Мне уже хочется позапомнить его такой, ослепительным язычком пламени. И мучащимся от одного с края сцены к другому. Вот она вся. Настоящая. Они прощищаются у себя в придуманной самой же рамке. Маленький язычок пламени. Его так легко задуть, что он может согреть или осветить путь. А ещё её обжечь и прожечь насквозь. Один из песней мне песни о том, как Джульетта влюбилась в Ромео. Как она станцевала танец с пывалками под музыку «Небо». А боль в сердце может глушить по-разному. Танцем, музыкой, бегством. Я не умею, но мысленно я сейчас на несколько секунд оказываюсь там рядом с ней. На сцене. Подхватываю Сашку после пробежки и бросаю её вверх. В небо. Прямо к вне. Сашка замечает меня, но не останавливается. Только бросает середитый взгляд. В другой стороне жизни и другой я был бы сейчас счастлив. А так, где-то мы проскочили развилку в наших отношениях. Даже не заметив, как что это была развилка. Проскочили каждый по одиночке, даже даже им встретив меня на этой развилке, даже друг с друга. Тебе хоть бы понравилось? А ты не заметила? Конечно понравилось. Нелудка пауза, но мы просто стоим и смотрим друг другу в глаза. Долго-долго стоим, несколько минут. Сашка постепенно опять вставает после танца и начинает мёрзнуть. Я сейчас переоденусь, проводишь меня до домика? Конечно провожу, что за дурацкий вопрос. Не понял, она была в спортивной форме. Потом, она сразу тут же, на ней меняется пионерская форма. Чего? Идём мимо библиотеки, мимо домика Жени, мимо домика вожатой. Иди, но кто-то идти-то. Вот зачем? Я не понимаю. Три слова мимо. Идём мимо библиотеки, домика Жени, домика вожатой. Всё. Зачем писать одно и то же несколько раз. И то вон грамота как устала. Типа вот эм... Выдаётся грамота за то-то, за то-то, за то-то. Зачем? На крыльце своего рубика Саша забирает из моей руки магнитофон. Поворачивается ко мне и опять мы молоче смотрим друг другу в глаза. И мне от чего-нибудь тяжело не отвести взгляд. Ну почему здесь есть хоть что-ли я не знаю. Я не знаю, что ты типа тренером все дела, ну. Жалко, что ты такой порядочный, даже обмануть девушку не можешь, всё равно она из твоих слов послезавтра всё забудет. Правда и девушку даёт это, только тоже слишком правильно на воспитании, и мама бы тебе всего лишь обманута. Сашка резко разворачивается и сразу запрятится с удомикой. Ярко слышу, как щёлкает дамок. Сашка, Сашка. Я иду к ближайшему питьевому фонтанчику. Я конечно понимаю то, что он там типа тренер и как бы не пионер, но блин. Я иду к ближайшему питьевому фонтанчику, и под сцентрой воды долго-долго охлаждаю лицо. Время уже первый час ночи, по идее. Сегодня королевская ночь, но создатели системы не стали закладывать, а я просто забыл. Хотя порой намеков сделанных, вовремя весьма изменили бы завтрашнее утро. В поджоре всё так затихно, записка моя пропала зря. Ульянка и не думала просыпаться. Наклоняюсь и пробую её губами на вкус, а Рыжик только улыбается во сне. Не понял. Ты чё, я её поцеловал что ли? Сашка права, я слишком порядочный. Осторожно трогаю Ульяна за плечо. Вставай. Мама, ну ещё пять минуточек. Не получится. Ты только занудный и скучный федрук. Всё, переходит зато с наглого бодрствования мгновенной. Легко подскакивает с кровати, будто бы её не поспала. А её уже бодрым голосом спрашивает. А сколько времени? Без пятнадцати час. Потом трогаю свои губы. Предозрительно смотрит на меня. Я делаю вид, что занят своими делами. Прибираю книжки, которые Ульянка Ульяна подбрасывала на пол во сне. Пошли, провожу. Второй раз я за час я иду по главной линии, распоряжала мимо склада и столовой площади. Ульяна, как большая, взяла меня под локоть и чуть-чуть прижим... А я чуть прижимаю её рукой боксом к своему боку. Симон, а ты бы мог... Что? Нет, ничего. Помнишь, я тебе сказал, что бесплатно не работаю? Когда ты мне предложил твоим моим помощником быть? Киваю молча, помню мол. А я тебе ещё сказал, что в момент ты моё желание выполнил. Всё какое, узнаешь, когда попрошу. Снова киваю. Интересно, к чему она клонит? Так вот, я тебя от твоего обещания освобождаю. Я не знаю, что сказать на это, и поэтому просто киваю в трех раз. А почему ты не спросишь, что это было за желание? Видимо, такое, какое я точно не смогу исполнить. Ты, конечно, душу моего можешь вытянуть. Но невыполнимых обещаний брать не будешь. Да, ты прав. Мы уже пришли. Стоим перед домиком Амазонок. Алиса ещё не спит, свет внутри не горит. Но слышно, как она чертыхает. Подбирая на гитаре какую-то мелодию. Почелуй меня. Чё? Знаете, какая вот интеграция? Интеграция с персонажем. Вот я не понимаю, как это работает. Почелуй меня. Только в губы, по-взрослому. Пх! Ё-пара сотых! Офигеть, блин! Я пытаюсь поцеловать её. Легко и корочка. Просто подружечка, но не выходит. И мы мягко и нежно пьём друг друга, пока хватаем дыхания. Что это за... Ребят, это что это вообще такое? Типа... Подожди. Сколько лет влияние вообще? Четырнадцать? Ну по идее, да. Четырнадцати должно быть. Какого чёрта вообще она... Ну типа... Я понимаю то, что типа ну... Эээ... Семён вот поцеловал её в губы, пока она спала. Но с другой стороны... Я ничего не понял. Х-х-х-х! Наконец, все равно отрывается от меня и смотрит фасторно. Автомат Олег падает и очень тихо шепчет. Настолько тихо, что я больше всего доказываю, чем слышу непридано значимость для моих ушей. Ну когда же я вырасту? Короче я понял. Эээ... Я по привычке просыпаюсь в пол седьмого утра и жду, кто прибежит первый, Сашка или Юлияна, потому что соображаюсь, что никого не будет, ещё некоторое время валяется, но раз уж проснулся, стою и выползаю на свет божий. Я, конечно, мог бы, не знаю, этот арт на прививку поставить, наверное, слишком бы спойлерно было. А, конечно, я ожидал, я вот этого просто и ожидал, что... Последнее утро цикла. Хм, а ещё последнее после утра разумного. Нет, не так. Последнее утро Федорка Разумного. Ерничаю, но если бы не было надежды на поставленную активацию, то хотел бы мрачнее мрачного. Правда, всё равно бы нервничаю. От того и ерничаю. Наскоро пришлю себе воды в лицо, собираю пластель, скатываю в рома матрас с подушкой, чтобы уже к этому вопросу не возвращаться, и начинаю собирать рюкзак. Хотя, конечно, что-то собирается. Зачем? В банках консервов, как последний, привет беглому пионеру из бомбоубежища. Выкидываю ножик и ложка, украденные на кухне в первом лагере. Оставляем. Но вдруг пригодятся. Будильник, украденный там же. Вожатый тоже оставляем. Швисток и монетку на шее. Два рисунка. Рыжая, висящая у меня на шее, и морской царь со штогрошами. Укладываю между двумя почетными грамотами, сворачиваю трубку и отправляю в боковые карманы рюкзака. Плотный картон грамот не даст помяться в бумаге. Вот вроде бы и всё. Легковатый рюкзачок. Но уж какой есть. А раз он со мной все эти циклы прошёл, то пусть будет. Надеюсь, содержимое своё он сохранит. Что ещё? Парус. Он же портьера. Он же плед. Беру. Вот потому. Вот теперь лучше всё. Застягиваю клапан рюкзака, ещё раз завешиваю рюкзак в руке. Нормально. Зато я не устану. Я начёл в деревне утро. В 8 утра прибегает Ульяна. Не спишь? Жаль. Я весь такой мечтал тебя в последнее утро подводить из ведра разбудить. Прости. Что здесь прости? Хватай постели и тащи на склад. Сам. Сам. Всё сам. Я что-ли поясу? Вот, кстати, об Ульяне ничего я не заметил. Так это какого-то изменения в наших отношениях после вчерашнего романтики. Точнее, с моей стороны эти изменения не присутствуют. Я с большим трудом против смущения. А Ульяна всё тоже ракета. Когда я сильно, когда я боюсь, она улыбчивая. Конечно, оступенившаяся после пробуждения активации. Но темперамент его не изменит. Но темперамент его не изменит. В общем, на пиках Ульянка сдаёт Алисе, вот бедя ещё до завтрака. Правильно сделал, что сейчас принято. А то припоследавтраке всё это принято, как... Кадва навалится. И здесь существует толпа. Завтрак? Амлетчик глобацой. Кстати, с укропом и зелёным луком. В первый раз такую-то смену. После завтрака обеспечиваем Ульяна. Отправляю в спортзал, и мы приступаем к инвентаризации. Я такую девочку, чтобы быть всё другом с овенкой. Это не обременительная синяя кура. Синяя что? Сёмка, хватит умничать. Ты пальцем покажи. Это такая роль бота Улья, где делать ничего не надо, а за плату заплатят. Чего такого Ульяна не знает, не ходит, да она обслуживала заплату с тринадцатилетиями девочек, что после разнесения возмущается до самой глубины своей ракетной души. Ты что? Ну я не спорю, ты хорошо поработал с футболом и с праздником этим. Ну вот скажи, ты вот этим не занимался, все на меня свалил, а приходят ко мне пионеры. Ульяна, нам нужны гантели или ракетки, да хоть скакалки. А я стою и дура-дурой, глазами хлопаю. Нет уж, давай сегодня всё сочетаем и будем знать, что есть, чего нет, а что нужно заказать. Мы три часа проводим инвентаризацию, слово инвентаризацию, слово инвентаризация Ульяна, кстати, тоже не знала, но тут хоть разъяснять не пришлось. Чихают были в корове, разбирать, если на чердаках в почках чего-нибудь ещё, вдруг она-то таблить. И требовались сважать и переместить оба спортивного велосипеда, солистиного склада в корове спорткомплекса. Где-то там уже, где-то там уже, где-то там уже, где-то я оставил своё впечатление, опять мне сказала, что Ульяна легко кое свободно. И опять я то покрикиваю на неё, то посторониваю над ней, а то наказываю выражеком. А когда всё уже учтено и записано, мне оказывают доверие. Тёмка, помоги мне чемодан собрать, пожалуйста. И мы четыре раза перекладываем трусы, гольфы, футболки, юбки и шорты так, чтобы этот чемодан наконец закрылся. И вот мы уже в столовой. Я там встречаюсь с совершенно замотанным у Алисы и Ольгой. Семён, ты где отчёт? Ого, понятно, спокойной смерти мне не ждать. Ольга, дать я ещё четыре часа, а уж как-нибудь напишу. Напиши, делай милость, а я заявку не забудь. Вот сейчас замолчу с подоема, напишу. Кстати, вам прибыль по камере ненаде вам всего предложить. А то поедем позже за обычного, ехать непонятно сколько. Вернуть консервы и рюкзак. Ладно, пойду отчёт писать и заявку, кстати. Кстати, ээээ... Молодший суп. Чё-то я не ел давно молодший суп. О, дверадцатый комплекс комплектов футбольной формы для детей семидесяти лет. Слабо. Два комплектовые велоэкипировки. Слабо. Байдарка, салют. Две штуки. Слабо. Швиллбот, корреты, две штуки. Слабо. Не будите во мне зверя. Отбудет вам заявка от меня напоследок. Две штуки. Вопрос. Можно было бы написать двенадцатый комплект футбольной формы для детей семидесяти лет. Два комплекта велоэкипировки. Байдарка, салют. Две штуки. Швиллбот, кадет. Две штуки. Не будите во мне зверя. Отбудет вам заявка от меня напоследок. Две штуки. И слабо. Зачем вот, эээ... Как бы это сказать... Эээ... Блин, забыл слово. Товтологию, во. Товтологию писать. Зачем? В такое сильном настроении я бы сказал на свежий воздух. Тём, ты куда сейчас? К тебе? А что писать? Я с тобой хочу заявку написать какое-что. Логере пусто. Пионеры сидят по домикам, укладывают чемоданы, обмениваются адресами, обещают писать друг другу или даже проехать в гости, ага. Не, я понимаю, там допустил, если ты на линейке вот допустил в реальности сидишь. И, допустим, грамота вращается тому-то, тому-то, грамота вращается тому-то, тому-то. Это всё, в принципе, можно понять. Но зачем, блин, в тексте так писать... Писать тавтологию, поясните мне, пожалуйста. Доходим, никого не встретимся, я нас за спортзал. Смотрим на дверь, смотрим на через дорогу... Вот опять. Смотрим на дверь, и через дорогу на безлюдный пляж. Друг на друга. Грустно вдыхаем, я идём заниматься делами. Всё! Зачем? Зачем? Пойду ещё раз кодовую проверю. Может, забыли что? Хорошо, а у меня отчёт, будь он не ладен. Чего писать-то? Пишу. Футбольная команда, раз. Футбольная команда написал. Потом вытескнул. Потом опять я написал. Через сексе бега. Это просташка с фрейлинами. Инвентаризация спортивного инвентаря. Четыре. Теперь я по тримчам. Беру новый лист и пишу сверху. Заявка. Не помешал? Без тебя пятен со своей ухмылкой. Подожди лезь. Потягиваю с нём сумку с отличательным к себе, и начинаю на я воевать с застёжкой. Извини, извини, я со своим дурацким ультиматумом заставил тебя вчера понервничать. Это неправильно, наверное. Особенно по отношению к тебе. Надо было сразу, а не слушать этих психологов. Ты мужика крепкий. Ты бы и выдержал. Вот смотри бы сам. Вот смотри сам взлетает ещё какое-то слово, но я его не разбираю. Пионером протягиваю мне смартфон, экраном ко мне, а я эмельком гляжу на него. Там мне слышат фигеометрические фигуры, складывающие тебе непонятным именем образом в чужом человеческое лицо. Мастер финальный лицо, как и мы его видим, в зеркале в начале каждого цикла. Изображение жизни начинает распадаться на квадратный и исчезать. Когда он исчезнет окончательно, я исчезну с ним. А я вдруг не могу очистить глаза или за крючейки. Во-вторых, он парализует мышцы шеи, и я не могу отвернуть голову. Волна паралича прокатывается от глазных яблок вниз по своему организму. Я превращаюсь в статую, мысли тоже становятся вялыми. И нужно надевать огромное усилие, чтобы просто осознавать себя. Поэтому я понимаю, что вот вспомнил что-то важное. Важное и ужасное, после чего я перестану существовать. Странничка исчезает. Я оказался в пустом белом пространстве, к которому словно кристаллизуется незнакомое мне помещение. Больше всего это похоже на кадры откуда-то из фантастики. То ли космическая станция, то ли лаборатория, то пошли приборы, нержавейшая сталь и стерильность. Баракамера и открытая дверь. Когда я оказываюсь внутри, я ищетно. Кажется, просыпается. Ааа! Это, типа... Ну, лаборатория какая-то. Или больница. Какое-то время движение приходит вне поле зрения. И опять это слово, то же, что произнес пионер. Кажется, это какое-то имя, моё имя, и как только я его вспомню, я исчезну. Наверное, я не хочу. Я Семён. Сёмка. Физрук. Чарь Морской. В панике пытается сгородиться от необходимости вспоминать мысленно и отшутнуться от адской машинки физически. Видимо, несмотря на паралич, какое-то движение мне всё же не удаётся, потому что пионера, сочувствованно успокаивающе говорит. Не сопротивляйся. Будет только хуже. Лучше нырять сразу, как свучка. И не бойся. Потом, если кто-то хочет, мы ещё выпьем за персу снова. Он ведь был бы... Он ведь был бы всё же неплохим парнем. Опять это непонятное слово. Почему был? Остронотронированно, думаю я. Все ещё пытаются отгородиться от навязываемого мне воспоминания и постепенно сдаваясь. И тут видение гаснет. Филионер совсем, как я недавно. Скалит зубы. Рычит и отрывает смартфон от моего лица. Целит с экраном куда-то в стену. А меня начинает потихоньку отпускать. Отступает и съедает неизвестные страшные воспоминания. Они менее в мышцах сменяются с женем, поднимающимся в обратном порядке. От пальцев ног к глазным яблокам. Филионер невыносимо-меренно вытягивает сумки-выключатель. Тут же спину щелкает тик тива. И моя щека чувствует колебание воздуха. Отступает пионер прямо из сустава. Вырастает арбалетный болт. И больше ничего в некоторое время не происходит. Филионер все так же скаля рыбой рыча. Целит с экраном смартфоном не за спину. Только рука его дрожит со стене, а вокруг болтая на его рубашке медленно расположает некрасное пятно. Я подтягиваю выключатель к себе, высталкивая пальцем ретиновый колбачок тива с объектива из двери. Гай-в-гай ползунув, но в положение исключено. Судзади раздается в крик. А не кто-то почему-то. Хотя почему кто-то. Ульянка. Ульяна же. Больше большиня кому-то, по-моему, падает. Пионеры роняют спортсмартфон на стол, пытаются поднять его раненой правой рукой, бледнеют, слыхаются и тянутся к смартфону левой. По-моему, я руками наконец-то отрываю выключатель от стола, направляю с объективом пионера и разбираюсь с диском номера набирателем дважды измунная красная на крайние снопки. Выключатель драгивает, а на меня он оказывает настоящая боль. Оказывается, вот такая гиперинудительная дематериализация. Это очень больно. Каждая клеточка тела кричит и просит тщет и сохранит ей жизнь. А вот боль такая, что она прочищает имеющимися и между нами двойниками каналы связи, и я чувствую всё, что чувствует пионер. Очень улавливаю, но вот чувствуя эмоции, этого добра хватает, и доминирует, конечно, боль. Она заполняет всё, весь его органим, и хватает ещё и на меня, и на окружающий меня мир вокруг. Пионеры все ржёты внутри и снаружи. Пионеры распручивают и растягивают по всем направлениям ленинг одновременно. Пионеры бьют током, рыжут ножом и берёт пилой. И всё же пионеры находят силу, чтобы прошептать мне, продавать на хриплые вдохи. Идиот. Ты даже отсрочки не получил. Через неделю. Здесь же. А когда боль становится совсем нестерпимой, он неожиданно грустно говорит. Ну почему же ты так, дружи? Я впервые вижу глаза пионера с расширинами, с расширинами 70, более всего, всю радужку гранть зрачками. И вижу, в них только печаль и обиду. И не вижу никакой злобы, никакого безумия. Окей, сразу покидает это тело, и свет между нами переливается. Сюда под меня отпускает, арбалет не будет со штуком нападать на пол. Вот от пионера остаётся только контур, потому считает и контур. А я осторожно кладу выключатель на стол, машинально надвигая паузно ног в положении откул. Мышцы в организме сейчас отсутствуют. Мышцы в организме сейчас отсутствуют. И руки торчутся, как от тарика, колени отмогнутся под весом, в туловище. Но я уже на всё же умудряю встать и застываю, обернувшись к двери. Прямо как на полу. В дверях выкат тренер и тренерской. Держа себе ими руками за голову, сидит ульянка. Когда пионер выстрелил из своего смартфона в ульянку, я рада донесла борьбу за сохранение личности, силы и предсознания, представлены отображения сами себе, сделали то, к чему их поготовили. Защитили узел номер один от пионера. На счёт раз с рычагом, вести к тетиву. На счёт два, положить болт в жёлоб. На счёт три, причёте, и на счёт четыре выстрелы. Стараюсь не задеть этого тормоза с прессунова. Ведь он почему-то нам нравится хозяйке. Это самая логичная версия, но мне симпатичнее другая. Ульянка кинулась защищать меня сама и сознательно наплевать на начинающийся паралич и расплавившись за кусочки сознания. В пользу этого говорит для меня хотя бы то, что она попала в перерыв всего лишь в плечо, а никуда не будет в глаз или в сонную артерию. Я ковылил к рыжику и не знаю, какими силами беру на руки и приношу к себе на кровать. «Сёмка, подержи меня за руку». Ульяна шевчивает, закрыл глаза. Я ей прослушиваюсь, что беру Ульяну за руку, просаживаюсь рядом на матрас, а потом начинаю рассказывать сказку. Жила была одна маленькая девочка. У нее были рыжай волосы, голубые глаза. Одеваться она добила в красновку, в футболку и шорты. Ещё у неё был плюшевый медведь. «Эй, я не маленькая». «Конечно, не маленькая расслабилась. Речь это не о тебе, хотя звали её как тебя, Ульяна». «Эй, вот однажды, это у Ульяна». «Сёмка». «Что? Автобус скоро. Давай же в автобус России расскажешь». «А ты идти сможешь? Я попробую». И мы попробуем два раза. Для начала он был встать, кряхтя и держать за мебель, и хватать друг друга, чтобы не упасть. Осмотрю на результат, он, например, давая организму возможность привыкнуть к вертикальному положению. В основном, пожалуй, он лёгкий. Прежде всего выключается в сумку, потом отправляю туда даже пионера, пионер в смартфон, вешаю сумку и через ПС и уже протягиваю руку к рюкзаку, который меня, когда меня останавливает Ульяна. «Оставь, тебе ещё мой чемодан нести». «А сама?» «Ничего не знаю, целого, сейчас неси, неси чемодан, а то вам уже это расскажу». «Чемодан». «Кажется, удар по мозгам прошёл для рыжика без последствий». «На секунду я тебя теперь в огороду Ульяны. На спорте сейчас нет ни сил, ни желания, и тож комышленно представляю, как я торговся, торговся я домика, твой поцелуй не стоит переносить к чемодана, пакет с футболками не больше». «А я всё-таки беру свой рюкзак, и мы все полторы коллеги ещё педели, переставляя ноги, выходим наконец на улицу». «Вот теперь моё состояние начинает, если ты не улучшаться, то, по крайней мере, я к нему привыкаю. Ульяна на то уже понемногу приходит в себя». «Говорить о случившем тебе совершенно не хочется, говорить о себе вообще не хочется». «Дёшево отделались». «Вот и всё, что мы говорили на труду по пути к домику рыжих». «Я беру чемодан». «Сёмка, я уже посетил, я сама его понесу». «Холодая, где я на 3,5 шага до ступень крыльца, из которых она чует, этот чемодан просто спешивая». «Сёмка, может кто-то мне его здесь? Я только медведь заберу». «Ух ты, рыжик, давай сегодня чемодан сюда, а взамен, это точно мой рюкзак. Он легкий». «Тём, а может всё-таки оставить его?» «Уля, я расцеловались, чтобы чемодан потащил, сама же сказала». «Просекает дискуссия, а Ульянга обижается». «Дурак». «На наш Ульяна с нашим внешним темпом перед сбежением успеть бы к автобусу». «По этой аллее я пришёл в этот лагерь пониже и ухожу». «Вот тут, на крыше клубов сидели зайцы, а вот там, у ворот, две недели спустя, что-то прощался со своим детичем». «А это я примерно там же, где сейчас я подглядывал». «Чудо же, я впервые увидел Олю, как она шла бастиком в легкомысленном платьице». «Смотрю направо, в сторону площади, вон там, направо с административного корпуса, и я понапрошу кумер с Ольгой и долго убеждал её братья принять меня в лагерь в качестве физрука». «А Алиса и Ульяна стояли за спиной у Ольги с арбалетами в руках». «Сказал потом с Ульяной, что мы будем лезти к автобусу и ловко молчать». «Где и когда оно поменялось? В моё к ней отношение, когда мы с тобой поцеловались и не накрыться. Или чуть-то раньше, когда я поцеловал её в Пещу, и когда Ульяна стала Рыжиком, или ещё раньше, когда я увидел её в осенне её повзрослевшего». Ну, повзрослевший Ульяна мне больше заходит, конечно. «Пещу сочинение про тое школьное сочинение. Образ Ульяны в основании Семёна Персунова». «Ага». «Начинаю с видения. Чего проще. Жила была одна маленькая девочка. Четыре характера. Отличательная. И далее по пунктам. А положительная. Ещё одна перечисленная. Нейтральная. И снова спичек. Шула в дальнице. Ядва в характере. И склонность к прокажам предлагается». «Однажды она встретилась с этим пантерможем Персуновым. И два суток у меня спустя ей пришлось просить у него полупомощи. А он взял и не отмахнулся. И два наших героя при всем их несходстве подружились. А потом у них внезапно оказались в общие интересы. И относилась эта девочка к Персунову как к любимому старшему брату. Самый умный, самый сильный. Его можно может подразнить. Он свой. Он просто. Он простит. У него можно поплакать. Он свой. Он поймёт. А ещё об него можно погреться. И он просто мягкий. Я ничего не забыл. Забыл. Ещё ему тоже нужно поплакать. Потому что он уже как брат. А потом он взял и садуру поцеловал девочку во сне. Но девочка была в том день уверена и решила проверить. Сравнить ощущения, так сказать. Видение закончено. Приходим к основной части. Я ясно представляю себе тетрадь в линейку. Чистую страницу. И как я грызу ручку. Пытаюсь хоть что-то выдавить из себя. И двойка как красная паста. И как итог моих трудов. И рядом с двойкой. Тема не раскрыта. Вот оно мне надо. Сочинь. Так вот такое сочинение писать. Радовался бы жизни. Жизни. Пысывал в боиому нации. Приятностей. Тем более. Пещенному… Пещенному… Что стало сочиную часов пять. И не надо раскрывать тему. Пока ещё есть возможность пустить всего на тормозах. Спасибо всё равно. А вот дutzек в опасности. Тем более, руч upる девочка и так подарила мне. Первые в своей жизни поцелуи. Я явно уже первые. Не Шуриком же ей было человаться. Всё!lever чего молчишь. Ты обиделся? Надо рука обиделся? Вспоминаю и вдруг кусается губ и улыбаюсь. Это ты молчишься, а я думаю, о тебе, между прочим. А вот это был мне уже на данный ход с моей стороны. Ульяна Краснеется замовкает, еще на некоторое время. Тём, я тоже думаю. Знаешь, вы каждый человек постоянно думает, даже если не осознает этого. Тём, я не о том, я о тебе думал, а ты... Но что именно я узнаю, что я певаю? Нас догонятывали Алиса. Ну что же вы, уезжать не хотите? Я открыла рот, чтобы поругать Алису за живых, но она смотрит мне в глаза, улыбается и отрицательно качает головой. Проснувшиеся, активированные, какая разница? Я не хочу их обижать. Алиса кивает на обгоняющих нас пионеров. Главное, чтобы вы меня поняли. Еще, Семен, ты, конечно, все это забудешь, если не врешь, но мы все тебя любим. А Ульянка, та просто влюблена по уши. Как тебя нет поблизости, так только тебе и говорится. Семен, 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 все, забавно слушать. Ульянка опять краснеть, убегай вперед. Ну как убегай, чуть искаляй шаг и разрывай дистанцию. Быстрее выдвигаться мы с ней, сейчас не способны. Я только Каринину смотрю на Алису. Ты зачем ребенка смущаешь? Она сама тебе не скажет. Ты пенек слепой не замечаешь, а твое время почти не закончилось. Так что приходится мне правда говорить, кто-то же должен. Я неожиданно вспоминаю, что в Дорадо старше Ульяны. И это не имеет. Как и то, что Рыжик навсегда так и останется 14-летней девочкой. Девочки-подростки иногда прибавляют по взрыву взрослых мужчин. Вногречительно говорю я. И при перебивании собирающиеся что-то сказать Алису, продолжая со вдохом, чтобы уже быть честным до конца. Со взрослыми мужчинами в отношении девочек-подростков тоже бывают такие случаи. Я только надеюсь, что это пройдет. Блин, а я, как бы, против этого был, но, типа, но... Я считал это ненормально, типа, то, что если человек влюблялся в... Ну, девочку-подростки влюблялся в взрослого мужчину лет, не знаю, 30. Ну ладно. Алиса смотрит на меня в глаза и существенно улыбается. Эх, вы и голуби, эх, вы и голуби, разбирайтесь сами. Только имей в виду, обидишь Ульянку? Голуби! Я, конечно, не осуждаю, типа, то, что, ну... Типа, ты не должна отречаться с взрослым мужчиной, ты слишком побладше его. Это его выбор, я не осуждаю. Просто, ну, как бы... Я не знаю почему, но я чувствую, но я вот, не знаю... Смотрю на это странно. Вот. Я считаю это странным. Ну ладно. Эх, вы голуби, разбирайтесь сами. Только имей в виду, обидишь Ульянку? Голову оторву. И наплевать мне. Будешь ты понимать, что творишь или нет. А, конечно, мы дополняем до встречи Ульянка, где уже поданы автобусы. Да, два автобуса. Почему я раньше не замечал второго? Или потому что всегда прибегал на остановку в последний момент? Или вообще не прибегал, отключаясь в лесу, бомбоубежище, на пристыне или в домике? Белый-зелёный лаз, но для младших уже завел мотор. В него уже населились обе помощники Баба Глаша. Докстр, кажется, едет с нами. Ай да, Рейсов уже авто вечером не будет, и все должно уехать сейчас. Опять была в голове отборок его к чудовому знанию. Между сменами медицинку в глубоках остаются только мониторы. Да и Баба Глаша, на ее законе не писан. Как и в день приедет, опять же перевозят и вынимают. Наконец последний момент трансмитар закончен, и мелочь всталкивается в лезет в автобус. Лезет, но не вся. Мои футболисты побегают ко мне прощаться. 12 футболистов плюс свачка. А ты приедешь на следующий год? А ты пришел кого-нибудь другого? Надеюсь, что приеду. Правда, это уже буду совсем не я. Правда, это уже буду не совсем я, а так обрубок. Но, может, этого никто и не заметит. Мальчикам жму руку. Девочек, если бы их было, их всего три в команде. Обнимаю. Все, пока. У вас открывают двери. Снеградит на прощение, разворачивается и уезжает. В нашу очередь. Подходит, Ольга. Начинает интегртаж про то, как вести себя в автобусе. Потом начинает натыкается на мой иронический взгляд и замолкает. Впрочем, Семен едет с вами. Так что, я надеюсь, все будет нормально. Семен, рассчитываю на тебя. А лучше, как я на тебя рассчитываю. Доедем, Оль. Еще один сюрприз. Ольга обнимается со всеми нами. Сейчас что-то изменилось за эту смену. В этом мире. Доходишь очередь идти до меня. Обнимайся с Ольгой. Нет. Сейчас с Олей. Она мне шепчет на ухо. Спасибо за смену. Еще увидимся. Обязательно, Оля. Оградываюсь. Сесери. Значит, мне пора. Господи, как же не охота. А еще стоя на ступеньках, когда дверь за моей спиной отражает от меня от лагеря. И Харас начинает разворачиваться. Последнее, что я вижу через водительское стекло, это баба Глаша, взглядывающая в открытые ворота. Мышей рукой, но не уверен, заметила ли она меня. Оля, она попросительно глядя на меня, держит место. Ну конечно, Оля, а с кем же я еще сяду? Мышей рукой, я разве я еще могу. Так она тоже рядом, через проход. Оградывает диспозицию. Дельница вторая молчает, второй целью также виновато улыбается. Железно в режиме стесняши. Женя о чем-то спорит с электроником. Шурик развалился один на двух сиденьях. Саша и Мику. Саша и бегают на двух взглядах. А Мику наоборот отплывается в улыбке. Восьмя. Та гитару только не вернул. Но это не страшно, все равно она исписана. Ты только не забудьте принять на следующую смену. Пока подбираюсь по проходу к кресту, чуть смешно приглядываемся с Ильяной. И как-то молчаливо договариваемся, что личную тему не обсуждаем. И вот, ну вот и все. Закрым пробивают ближайшиеся к воротам Поролэб. Где-то здесь пилиметр. Где-то здесь проходит граница, на которую пионер может дойти своими ногами. До свидания, соленок. Как всегда, при отъезде неожиданно рано темнеет. Только уезжал из лагеря, и столько раз наблюдал процессы к учению пионеров. Во-первых, после посадки в автобус, постепенно теряется интерес к приходящему за окном. Потом круг общения сужается до ближайших соседей по автобусу. Потом выключаются эмоции и респокусируется взгляд. Потом что-то прошлое телескутить и тебя даже ответят. Но ответить как-то отстраненно и безразлично. Пионеры еще разговаривают между собой на личности. Эмоций в этих разговорах не больше, чем в разговоре двух радиоприемников. Где-то через пару часов идут эти хайтеры и разговоры, и пионеры погружаются в сон. Девочка маленькая моей какое-то время еще сопротивляется, но сон оказывается сильнее. Последний день засыпает Ульяна, вцепившаяся в мою руку и так, что белеет пальцы. Просыпаюсь от того, что замерз. Вчера я не закрыл форточку, и комната вымерзла, пока я спал. Эээ, всё? Конец модификации и дубликат, да? Хи-хи-хи. Открываю глаза. Всех раз запотеневший потолок. Всех раз за цель быстроспалительный. За окном то ли темнота, то ли раннее утро. И поздний вечер. То ли раннее утро, то ли поздний вечер. Но это понятно, это еще можно понять. Открываю. Разотягиваю до клавиатуры и обошел комп. Пока ты просыпаешься, влезу в холодильник. Очень хочется есть. На ходу я пытаюсь вспомнить свой сон. Бесполевно. Понял, что с него что-то яркое. Лето? Да. С него следует, как будто я был подростком или чуть-чуть подстарше, чем подростком. Девочки? Тут почти ровесница. Дети помладше. Про смитрычь роднокурсников ничего не помню, мы влияем на ней. Какое сегодня счастливо? Который час? Холодильник и продуктов, как правда, в речах политика, придется выбираться наружу. Присчитываю наличность. Чуть меньше пятиста рублей. Коп-такой перезагрузился. Лежу в интернет-банк. Проверяю карточку. Не густо, но до конца месяца хватит. Гляну на время. Два часа назад я должен был уехать на встречу. Что ж, обойдутся без меня. Менеть хочется. Одеваюсь и выходю на улицу. Что надо, надо был в магазин. Только я почему-то не прохожу мимо ближайшего и иду дальше. Наконец-то соображаю, что магазин остался в трех кварталах. Проверяю я останавливаюсь. Меня обтекает стайка детишек от семи до десяти. Дядь, а я Гриша. А как вас зовут? Опа, здрасте! Оградываюсь, отставшись, совсем мелкий. Может даже еще и не семь, а шесть лет. Вместо одного зуба дырка. Семен. Семен, а расскажите мне, пожалуйста, сказку. Присаживаю перед ними на корточке на мальчиках. Как раскладывать на руки какая-то женщина. Примерно моя ровесница. Гриша, не приходи к мне к незнакомым дядям. Сколько раз тебе бы повторять? А он мне незнакомый. Я спросил его как зовут. И женщина уже обращается ко мне. Извините, пожалуйста, он ко всем так пристает. Просит, чтобы мужской сказку рассказали. Мышу рукой, ерунда, мол. А вы к нам по объявлению? Нам вообще-то все-таки друг нужен. Тогда мне на второй этаж. Мой мобил, что генда и налево. А то простионгу Дмитриевну. Что? Какой физрук, о чем речь? Я тоже ей пойду. Опять интеграция. Что же интеграция? Я понятия не понял. Что же интеграция с модом? Оградываюсь, я оказывается на 4 школы забрал. Нет, вы не знаете, боюсь, что я здесь просто так. Извините, пожалуйста. Что легенда такая? Иду дальше, но уже не такой сонный. Я ищу-то однажды к школьникам. Эти постарцы. Стоят на тротуаре и обсуждают, ждать какой-то праздник. Ах, да, каникулы уже. Пока я проходил сквозь автор, кто-то выпустил свою реплику о том, что программа, конечно, не для детей, но праздник удался. А в морской постаре это просто... Что просто? Уже не слушаю. Выходу на школьную воду отца, оградываюсь. Так, надо пройти с парку в сал, потом принять чуть правее. И выйду справа к гипермаркету. Опа, здрасте. Простите, вы не подскажете? Девушка смущенно улыбает, смотрит вниз под капюшон и протягивает флаер. Мне нужно проехать по адресу. Находу на флаере адрес. Прикидываю, какие лучше где доехать. Тут ему езжать подходит нужный автобус. Вам на этом автобусе до кониции, нужно о том увидеться. Спасибо. Странно, что эта девушка похожа на флаера. Почему Семен ее не узнал, не знаю. Автобус уезжает, уважай девушку. Может она хотела, чтобы я проводил ее, не знаю. Флаера остался в моих руках. На сером фоне оранжевый силуэт девушки с гитарой. Звуки тут жалко, аккуратно. Чтобы не поменять, прячу его во внутренний карман. Нельзя бы запланирована прогулка закончить, и пора я домой. Вот только еды куплю. Дорогой Семен, лапшу, каким вкусом вы предпочитаете, курица или говядины? В итоге беру паску педмини и буханку хлеба. Все, сейчас на автобусе, я дома. Поужинать и запомнить монитор. Это будет минус еще одни сутки моей жизни. Уже на выходе из магазина, думаю, что стоит купить допустим батарейки к мышке, и приходится возвращаться. Большим местом, где я торгую батарейками, оказывается лавочка, приедевшаяся под эскалатором. И почему же я до сих пор не покинул арендодатель и не доминил ее чем-нибудь более респектабельным, я не знаю. Стою, жду, пока преподавец разберется с двумя предыдущими покупателями и от шкуки разградывал внутренности лавки. Сохраню-ка я, пожалуй. Ну блин, я уже не знаю, заканчивать или нет. Разлом. В витрине заезжает всяким электронным электрическим выкопитыванием барахлом, от лампочек или капитильников до карт-ридеров и наушников. Во входах для слюка в прилавку стоит робот. В очи мастерки сделаны макет робота. Робот ростом с ребенка, женского пола, с скачущими ушами. Полированный и алюминий, и резиновый гофр на осуществлениях фотоэлементы. Закрытый прозрачным щитком, и бумажка рядом с сторонами надписью красным маркетом. Не продается. Разглядываю робота, удивляюсь с чем-то рукам, растущим из нужного места. Кажется, продавец вот-вот освободится. Чувствую, что кто-то смотрит на меня. В понимаемом взгляд, от робота я вижу сквозь стеклянную перегородку двух девушек. Мы знакомы? Не думаю. В школе или университете эти мы точно не пересекались. Девушки моложе меня, а где-то еще они слишком красивые, чтобы я решил себе к ним подойти. А меня дергают за полу. Ладно. Меня ядно зовут. Что? Поворачиваюсь. Я, короче, все. Заканчиваю на этой серии, потому что у меня уже мозг просто переклинивает. Что происходит? Что происходит? Ну типа, его преследует сон? Воспоминания? Что вообще происходит, блин? Я понять не могу. Это сон, а это реальность. Сам сон, а тут реальность. Как понять-то? Короче, все, ребят. Я заканчиваю на эту серию. У меня просто мозг уже перестал перерабатывать что-либо. В общем, все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok